Беседа 9. Увидев это, Петр сказал народу, мужи израильские, что дивитесь этому или что смотрите на нас, как будто бы мы своею силой или благочестием сделали то, что он ходит. 3.12. Настоящей речи больше смелости, чем прежней. Это не потому, чтобы прежде апостол боялся, но потому, что те люди, насмешники и ругатели, не снесли бы подобной смелости. Поэтому-то, начиная ту речь, он тотчас же и возбуждает их внимание предисловием, говоря, «Сие да будет известно вам, и внимайте словам моим». 4.14. А здесь ему нет нужды в таком приготовлении. Эти люди не были беспечны. Чудо сделало всех их внимательными, почему они и были объяты страхом и ужасом. Поэтому-то апостол и не имел нужды начинать здесь с того же, но начал с другого, чем с его боли и расположил их к себе, отклонив от себя то мнение, какое они себе составили. 5.15. Ведь ничто так не полезно и неприятно для слушателей, как то, если говорящий не только не говорит о себе ничего великого, но даже уничижает и мысль о том. 6.15. Таким-то образом апостолы больше прославили себя тем, что презрели славу и показали, что то было дело не человеческое, а Божие, и что они также наравне с другими должны удивляться, а не служить предметом удивления. Видишь ли, как Петр, будучи чужд честолюбия, отвергает от себя славу. Так поступали и древние Даниила 2.30, Бытие 48 и Давид, когда приходил лев или медведь, во имя Господа я разрывал их руками. 1.1.17.34.35. Так и теперь и апостолы. Что смотрите на нас, как будто мы своей усилой или благочестием сотворили это? И это, говорят, принадлежит не нам, потому что не своим достоинством привлекли мы на себя благодать Божию. Бог Авраамов и Бог Исааков и Бог Иаковлев, Бог Отцов наших. Их тринадцатый. Смотри, как часто обращается к предкам, чтобы не подумали, будто он вводит какое-нибудь новое учение. И там он упомянул о патриархе Давиде, и здесь об Аврааме и других патриархах. Прославил Сына Своего Иисуса, опять говорит смиренно, как в предисловии, затем уже останавливается на их преступлении и ясно выставляет на вид то, что они сделали, а не прикрывает, как прежде. Поступает же так для того, чтобы лучше привлечь их, потому что чем больше показывал, что они виновны, тем больше достигал этого. Бог Авраама и Исаака и Иакова, Бог Отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, Которого вы предали, и от Которого отреклись пред лицом Филата, когда Он полагал освободить его. Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам, человека-убийцу, а начальника жизни убили. Всего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели. 14, 15, 16 стихи. Стараясь доказать это событие, тотчас упоминает и о чуде. Пред всеми, говорит, так как Он сильно укорил их и показал, что распятый воскрес, то опять смягчает свою речь, давая им возможность покаяться и говорит. Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению. По неведению сделали это, одно оправдание, а другое, как и начальники ваши. Что говорит Иосиф, братьям, послал меня Бог пред вами. Бытие 45, 5. Или лучше, что сам Он прежде сказал кратко, что по предведению Божию. Иоанне 2, 23. То же самое говорит теперь пространнее. Бог же, как предвозвестил усами всех Своих пророков пострадать Христу, так и исполнил, стих 18-й, доказав, что это произошло по воле Божьей, вместе с тем уже показывает, что это не их дело. А словами, как предвозвестил, намекает на те слова, которыми они поносили Христа при кресте, когда говорили, если ты Сын Божий, сойди с креста. Уповал на Бога, пусть сойдет с креста. Матфея 27, 43. Уже ли же то, пустые слова, безумные? Нет. Но тому надлежало быть, и этому свидетели пророки. Следовательно, Он не по немощи своей не сошел со креста, но по Своей силе. Таким образом, апостол представляет это, как оправдание для иудеев, для того, чтобы и они приняли слова Его. Но покайтесь, говорит, и обратитесь, не говорит от грехов ваших, но да очиститесь от грехов ваших. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Чем показывает то же самое? Потом говорит и о пользе. Да придут времена от рады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам и Иисуса Христа. Стихи 19, 20. Этим показывает, что они несчастны и удручены многими бедствиями, потому-то Он и сказал, так зная, что это слово вполне сообразно состоянием человека, праждущего и ищущего утешения. 88. И смотри, как Он мало-помалу идет вперед. В первой речи Он незаметно указал на воскресение и сидение на небе, а здесь ясно говорит и о Его пришествии. Да придут времена от рады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам и Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых Своих пророков от века. Стихи 21. Моисей сказал отцам, Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня. Слушайтесь Его во всем, что Он не будет говорить вам. 22. Там упомянуло Довиде, а здесь о Моисее. Слушайтесь Его, как меня. Затем обращается к тому, что достоверно, и говорит, пророков вам воздвигнет Господь Бог ваш от братьев ваших. Стихи 22. Далее указывает великое наказание. И будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа. Старозаконие 18.15.18. И все пророки от Самуила и после него, сколько их не говорили, так же предвозвестили дни эти. Стихи 23.24. Глава 3. Здесь, кстати, сказал о погибели. Обращаясь всегда к пророкам, когда говорит что-нибудь великое, он представил здесь свидетельство, в котором содержится и то, и другое. Так сказал и там, доколе положу врагов своих в подножие ног своих. Солом 109.1. И удивительно, что в одном месте говорится о том и другом, и о подчинении, и о прислушании, и о наказании. Как меня, говорит, и так, чего вы боитесь? Вы, сыновья пророков, вы, сыны пророков и завета, который завещавал Бог оттам вашим, говоря Аврааму, и в семени твоем благословятся все племена земные. Бытие 12.3. Деяние 3.25. Следовательно, вам они говорили, и все было для вас. А так как по своему преступлению они считали себя отчужденными, ведь не естественно думать, чтобы тот, кого они распяли, стал заботиться о них, как о своих, то апостол покажет, что и то, и это согласно с пророчеством. Вы, сыны пророков и завета, который завещавал Бог оттам вашим, говоря Аврааму, Вам первым, говорит Бог воздвиг отрока своего, послав его. Бог, воскресив сына своего Иисуса, к вам первым послал его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших. Стих 26. Значит и к другим, но прежде к вам, распявшим его, отвращая каждого от злых дел ваших. Но посмотрим тщательнее на то, что выше прочитано. Сначала апостол внушает, что не они сделали чудо, сказал, что дивитесь ему, а чтобы не дать возможности сомневаться в словах своих, и чтобы сделать их более достоверными, предупреждает суд этих людей. Что смотрите на нас, как будто бы мы своей силой и благочестием сделали это. Если это беспокоит и смущает вас, то поймите, кто сделал это, и не ужасайтесь. И смотри, как всегда безбоязненно порицает их, когда прибегает к Богу и говорит, что все от Него. Поэтому и выше говорил, мужа засвидетельствовано от Бога. И везде напоминает им об их злодеянии, чтобы и показать чудо, и подтвердить воскресение. А здесь присоединил и нечто другое, не называет уже Христа Назареем. Но как Бог, говорит, отцов наших прославил Сына Своего Иисуса. Заметьте скромность всего. Не обвинил их и не сказал тотчас, и ныне веруйте. Вот человек, сорок лет бывший хромым, стал о имени Иисуса Христа. Не сказал так, потому что через это сделал бы их еще более упорными. Но сначала хвалит их за то, что они дивились случившемуся. И опять дает им название от имени предка. И не говорит, Иисус исцелил хромого. Хотя действительно Он исцелил его. А чтобы не говорили, как это возможно, чтобы Бог прославлял законопреступника. Для этого напоминает им о суде пред Пилатом. Показывая, что если бы они захотели быть внимательными, то узнали бы, что Он незаконопреступник. Иначе Пилат не пожелал бы освободить его. И не сказал, когда тот хотел, отпущу пожелание. То есть вы просили отпустить того, кто убил других. А того, который оживотворяет убитых, не захотели. А чтобы они еще не сказали, как теперь прославляет его тот, кто тогда не помог ему, приводит пророков, свидетельствующих, что тому надвижало быть. Затем, чтобы они не подумали, что оправданием для них служит определение Божие, прежде всего упрекает их. Да и то, что они отреклись от Христа пред лицом Пилата, когда тот хотел освободить его, не было делом случайным. Вам невозможно отречься от этого, потому что вас обвиняет тот, кого вы и спросили вместо его. Таким образом, и в этом было великое усмотрение Божие. Здесь апостол показывает их бесстыдство и наглость, так как язычник, который при том видел его тогда лишь в первый раз, освобождал его, хотя ничего великого о нем не слышал. А они, воспитанные среди чудес, поступили напротив. А что он по справедливости решил освободить его, а не по милости делал это, послушай, что говорит он в другом месте. «Есть же обычай, по которому я отпускаю вам, хотите ли, отпущу вам его». Иоанна 18, 39, Матфея 27, 15. «Вы же от святого и праведного отреклись». Не сказал «предали», но везде отреклись. И справедливо, потому что так и говорили они, «не имеем царя, кроме Кесаря» Иоанна 19, 15. И не сказал «вы не просили невинного», но сказал только «отреклись» и «убили». Пока они были в ослеплении, он не сказал им ничего такого. А когда души их были в особенности потрясены, и когда они могли уже чувствовать, тогда поражают их с большой силой. Как мы людям пьяным не говорим ничего, а когда они отрезвятся и очнутся от опьянения, тогда укоряем их, так точный Петр. Когда они могли понимать его слова, тогда уже он изощряет язык и исчисляет многие их преступления, именно что они предали того, кого Бог прославил, что от того, которого Филат освобождал, они отреклись пред лицом его. Христу предпочли разбойника. Девяносто. Смотри опять, как прикровенно говорит об его силе, показывая, что он сам себя воздвиг из мертвых. Как в прежней проповеди говорил в Иоанне 2, 24, так и здесь говорит, начальника жизни убили. Следовательно, не от другого лица он получил жизнь, как начальником злобы должен был тот, кто родил злобу, а начальником человека убийства тот, кто первый велел последнее, так точный начальник жизни, тот, кто имеет жизнь от самого себя. Его же, говорит, Бог воскресил. сказал, это присовокупил. Но если все сделала вера в него, потому что хромой веровал в него, то отчего апостол не сказал именем, но об имени, от того, что еще не осмеливались сказать вера в него, а чтобы выражение ради его не было унизительно, он присоединяет, и имя его утвердил. И сначала сказал это, он затем говорит, и вера его ради дана во всей целости. Смотри, как он показывает, что и те слова сказал под нескольденью к ним. Действительно, чье имя воздвигло хромого, ничем не отличного от мертвого, тот не имел нужды в другом для своего воскресения. Заметь, как везде указывать на их свидетельство. Иоанне 2.22, и опять, которого видите и знаете, предпоставил пред вами всеми 3.16, хотя они не знали, что хромой стоит здрав о имени Христа, но знали то, что он был хром. Да и сами, сделавшие это, исповедовали, что он укрепился не их силою, но Христовою. А если бы это было не так, и если бы они не были действительно уверены в том, что Христос воскрес, то не захотели бы славу мертвого поставить выше своей, и особенно тогда, когда иудеи смотрели на них, как на виновников чудо. Затем апостол тотчас успокоил, устрашенные их души, назвал их братьями, и сказал, «Мужи, братья!» Там он ничего не говорил о себе, но только о Христе. «Твердо знайте, — говорил он, — весь дом Израиля в Деянии 2.36, здесь же предлагает увещание. Там ожидал, что иудеи скажут, а здесь, когда уже так многое апостолы сделали, знал, что они были способны к принятию слов его. Без сомнения, и то, что сказано выше, происходило, нет неведения, ведь они просили о разбойнике, не приняли того, кого Пилат решил освободить, захотели даже убить его. Какое же тут неведение? Но несмотря на все это, он дает им возможность отречься и раскаяться в том, что они сделали, даже представляет за них и благовидное оправдание, и говорит, что вы убили невинного, это вы знали, а что убили начальника жизни, этого, может быть, не знали. И таким образом не их только оправдывает от преступлений, но и главных виновников зла. А если бы он обратил речь в обвинение, он сделал бы их более упорными. Ведь когда обвиняют кого-нибудь, совершившего что-либо ужасное, то он, пытаясь оправдываться, становится упрямее, и не говорит уже, вы распяли, убили, но сделали. Чем ведет их к прощению? Если те сделали по неведению, то тем более эти. Если тем прощается, то гораздо скорее этим. Но удивительно, что он сказал и выше, и здесь, там, по предведению, а здесь предвозвестили всем Христа. Нигде не приводит свидетельства, потому что каждый из последних вместе с сильными обвинениями возвещает и о наказании преступников. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого. Исайя 53.9 И опять говорит, о чем предвозвестили уста всех пророков. Этим показывает важность определения, так как все говорили это, а не один только. Значит, хотя это сделано по неведению, но совершилось не против воли Божьей. Смотри, какова премудрость Божия, когда и злодеяние других направляет к тому, чему следует быть. Исполни. Чтобы вы не подумали, что еще остается что-нибудь, он присолкупил это слово, показывая, что совершилось все, что Христу надлежало претерпеть. Но не подумайте, что вам для оправдания достаточно того, чтобы об этом сказали пророки, и что вы сделали это по неведению. Впрочем, он говорит не так, а с большей кротостью. Покайтесь и очиститесь от грехов ваших. Не говорю о том, на что вы дерзнули при кресте, что было может быть по неведению, но да очистятся другие ваши грехи. Потом прибавляют. Ибо придут времена отрады. Здесь прикровенно беседуют о воскресении, так как то поистине времена отрады, которых желал и Павел, когда говорил 2 Коринфянам 5.4. Затем показывает, что Христос виновник времен отрады, говорит, и пошлет предназначену вам Христа Иисуса. Не сказал, загладится грех ваш, но грехи, напоминая и на тот грех, и пошлет, сказал это, он не говорит, откуда пошлет, но только прибавляет, которого небеса приняли, еще только приняли. Отчего же он не сказал, которого небо приняло? Это потому, что он беседуя сказал, как бы о временах древних, так как, говорит, было определено, так было положено. О вечном же бытии его еще не говорит, но останавливается на домостроительстве нашего спасения. и говорит о том, что Моисей сказал отцам нашим, о пророке, которого сдвигнет вам Господь, которого необходимо слушать, и затем, наконец, сводит самого Христа, ведь если он многое предсказал, и его надо бы наслушать, то не погрешит тот, кто скажет, что это сказали пророки. С другой стороны, апостол желает показать, что то же самое предсказали и пророки, и если кто тщательно вникнет, тот найдет, что и в Ветхом Завете сказано об этом, хотя не ясно, так что в этом нет ничего особенно нового, предназначенного. Этим и устрашает их, так как многому остается еще быть, как же он говорил, исполнил, то, что надлежало Христу претерпеть, сказал, исполнил, а не исполнилось, показывает, что Бог исполнил то, что надлежало Христу претерпеть, но еще не исполнил того, чему следует быть потом. Пророка воздвигнет вам Господь Бог избрать сил моих, как меня, говорит то, что особенно привлекало их. Видишь ли, как он вместе сеет и низкое, и высокое. В самом деле и низко, и высоко, если имеющий зайти на небеса, подобен Моисею. Впрочем, в то время это и было делом великим, ведь к Моисею не идут уже эти слова, и будет всякий, кто не послушает, истребиться. Да, он сказал весьма многое другое, из чего видно, что Христос не подобен Моисею. Таким образом, он коснулся великого свидетельства. Бог говорит, воздвигнет его от братьев ваших. И сам Моисей грозил тем, которые не слушали его. Все это имело силу привлекать их. И все пророки, говорит, от Самуила, не захотел выводить каждого пророка отдельно, чтобы не сделать речи слишком длинною, но упомянул о важнейшем свидетельстве Моисеевом, опустил свидетельства прочих. Вам, говорит, вы сыновья пророков и завета, которые завещал Бог. Вы, говорит, сыны, то есть наследники завета, чтобы они не подумали, что получают это по милости Петра, показывать, что это из древли должно было принадлежать им, чтобы они лучше поверили, что это угодно и Богу. Вам первым, говорит, Бог воздвиг отрока своего, послал, не просто сказал к вам послал отрока своего, но именно по воскресенье, после того, как он был расчат, чтобы не думали, что сын даровал это, а отец нет, для этого присовокупил, благословляя вас. Если он брат ваш и благословляет вас, то это и есть обещание, то есть вы не только имеете участие в этих благах, но он хочет, чтобы и для остальных вы стали их виновниками. Итак, не считайте себя отринутыми и отверженными, обратитесь каждый от злобы. Вот в таком случае он благословляет вас, а не просто. Какое же тут благословение? Великое! Обращение от грехов, недостаточное для того, чтобы разрешить их. Если же этого недостаточно было и для разрешения грехов, то как могло это дать благословение? Ведь кто поступил несправедливо, тот получает прощение в своих грехах, но еще не благословляется. А выражение «как меня», если не принять его в смысле законоположения, ни в каком другом значении не будет иметь основания. Его, говорит, слушайте, и не просто, но как? Будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа. Когда показал, что они согрешили, когда даровал им прощение, и обещал благо, тогда показывает, что и Моисей говорит тоже. Но что за последовательность сказать? Даже до времени устроения и затем приводит Моисея, который заповедует слушать все, что скажет Христос, и при том не просто, но страшную угрозу. Последовательность строгая. Апостол показывает, что и поэтому они должны повиноваться к Христу. Что значит сыновья пророков и завета? Значит, наследники, приемники. Итак, если вы сыны, то зачем вы к своему относитесь как к чужому? Конечно, вы совершили достойное осуждение, но несмотря на это вы можете получить прощение. Сказав таким образом, он след за тем справедливо уже говорит, вам послал Бог Сына Своего благословить вас. Не сказал спасающего, но что важнее, благословляющего. Показывает, что распятый благословляет распявших. Будем же и мы подражать ему, отвергнем от себя убийственное и враждебное расположение души. Недостаточно не мстить, это было и в Ветхом Завете, но будем делать все для обидевших нас, как для искренних друзей, как бы для себя самих. Мы подражатели, мы ученики того, который по распятию потребляет все меры для спасения распявших и посылает к ним апостолов. Да при том, мы часто страдаем и справедливо, а его подвергли страданиям не только несправедливо, но и нечестиво. Иудеи распяли благодетеля, того, кто ничем их не обидел. За что, скажи мне, из-за славы ли? Но он выставлял их достойными уважения. Каким образом? На Моисеевом свидалище, говорил он, телекнижники и хрисеи, и так, что говорят они вам, делать, делайте, по делам же их не поступайте. Моисея 23,2,3 И опять в другом месте. Идите, покажитесь священникам. Моисея 8,4 В то время, как мог погубить их, он спасает. Станем же подражать ему, и пусть никто не будет чьим-либо врагом, никто не приятелем, разве только дьявольским. 94 Немало способствует этому и то, что если мы не клянемся и не гневаемся, когда мы не будем гневаться, не будем иметь и врага. Отними у человека клятву, и ты отнял крылья у гнева, погасил всю ярость. Клятва это как бы ветер для гнева. Распусти паруса, парус ни к чему не служит, когда нет ветра. Итак, если мы не будем кричать и клятву, мы отнимем всю силу у гнева. Если же вы не верите этому, то сделайте опыт, и тогда узнаете, что это действительно так. Положи гневливому закон, никогда не клятву, и тебе не будет нужды говорить ему о кротости. В этом случае все будет успешно. Вы не станете нарушать клятв, да и совсем не будете клятву. Не знаете ли, в какие несообразности впадаете вы от этого? Вы сами на себя налагаете узы, и сами же всеми средствами стараетесь о том, чтобы освободить от них свою душу, как будто бы это было какое-либо неизбежное зло. Но так как вы не можете сделать этого, то уже по необходимости проводите жизнь в скорби и распрях, и предаетесь гневу. А между тем, все это бывает без нужды и напрасно. Итак, грози, предписывай, делай все без клятвы. Тогда можно, если хочешь, отменить и сказанное, и сделанное. Вот сегодня мне необходимо беседовать с вами более кротко. Так как вы послушались слов моих, то и сделали гораздо лучше. Итак, скажем, если угодно, от чего появилась клятва и для чего она допущена. Рассказав о первоначальном ее происхождении, о том, когда она возникла и как и от кого мы этим рассказом возблагодарим вас за послушание тому, кто поступает как должно, необходимо и любомудрствовать, а кто еще не таков, тот не достоин и слушать наше слово. Авраам и бывшие с ним заключили много договоров, заклали жертвы, сделали приношения, а клятвы еще не было. Откуда же явилась клятва? Когда умножились беззакония, когда все пришло в крайний беспорядок, когда люди склонились к идолослужению, вот тогда-то, тогда, когда они уже оказались недостойными веры, стали призывать Бога в свидетели, представляя как бы верного поручителя в том, что говорили. Ведь клятва в этом и состоит, в поручительстве, потому что уже не доверяют честности. Следовательно, она прежде всего служит обвинением тому, кто клянется, если ему не верят без поручителя, и притом без поручителя великого, потому что от великого недоверия происходит то, что требуют свидетели не человека, но Бога. Во-вторых, столько же виновен бывает и тот, кто принимает клятву, если он в споре об условиях влечет Бога в поручительство и говорит, что не поверит, если не будет иметь его поручительство. Какая чрезвычайная бесчувственность, какое поругание. Ты, червь, земля, пепел и дым влечешь в поручительство владыку своего и принуждаешь его быть поручителем. Скажи мне, если бы в то время, как ваши слуги спорят между собою и не доверяют друг другу, один из рабов сказал, что он не поверит до тех пор, пока не будет иметь поручителем общего господина, то не получил бы он тысячи ударов и не узнал ли бы, что господинам надо бы напользоваться для других дел, а не для этого, что я говорю о рабе и господине, если бы даже он избрал и другого почтенного человека, то не сел ли бы тот такой выбор позором для себя. Но я, скажешь, не хочу, прекрасно, в таком случае не принуждай и Бога, когда и между людьми бывает так, что если кто скажет, я представлю такого-то поручителя, ты не берешь на себя этого поручительства, что же скажешь, уже ли мне потерять то, что я дал? Не говорю этого, но утверждаю, что ты оскорбляешь Бога, поэтому-то принуждающий клятвий еще неизбежней, чем тот, кто клянется подвергнется наказанию, равно как и тот, кто клянется, когда никто не требует. И что особенно тягостно, каждый клянется из-за одного овола, из-за малой выгоды, из-за несправедливости. Это я говорю о тех случаях, когда не будет клятву преступления. Если же последует клятву преступления, то все окажется в крайнем беспорядке, и виною всего будет и тот, кто принял, и тот, кто дал клятву. Но иногда бывает, скажешь нечто неизвестное, а ты предусматривай это и не делай ничего легкомысленно. Если же делаешь что-либо легкомысленно, то сам себя и взыскивай за вред. Лучше так потерпеть вред, чем как-нибудь иначе. Скажи мне, когда ты требуешь от человека клятвы, чего ты ожидаешь? Того лишь, что он нарушит клятву? Но это крайнее безумие, потому что наказание обратится на твою голову. Лучше тебе потерять деньги, чем тому погибнуть. Для чего делаешь этого вред тебе и в оскорблении Бога? Это свойственно душе зверской и человеку нечестивому. Но я, скажешь, надеюсь, что он не нарушит клятвы. В таком случае поверь ему и без клятвы. Но многие, скажешь, без клятвы решались на обман, а после клятвы нет. Обманываешься, человек. Кто привык красть и обижать ближнего, часто решается попрать и клятву. Кто благоговеет пред клятвою, тот тем более побоится нанести обиду. Но он сделает это по неволе. В таком случае он достоин прощения. Но что я говорю об этих клятвах, оставляя клятвы, бывающие на рынке? Там ты не можешь сказать ничего подобного, потому что из-за десяти овалов бывают клятвы и преступления. Так как не падает с неба молния, так как не все не спровергается, то ты стоишь и держишь при себе Бога. Для чего же? Чтобы получить несколько огородной зелени, чтобы взять башмаки, из-за нескольких серебряных монет ты призываешь его во свидетельство. Но если мы не подвергаемся наказанию, то не будем думать, что и не грешим. Это происходит от человеколюбия Божия, а не от нашей добродетели. Клянись своим сыном, клянись самим собою, скажи, пусть палач приступит к бокам моим, но ты этого боишься. Так уже ли Бог безчестнее боков твоих? Уже ли Он ничтожен головы твоей? Скажи, пусть я слепну. Но Христос так щадит нас, что запрещает нам клясться даже и собственную головою, а мы до того не щадим славы Божьей, что всюду привлекаем Его. Разве не знаете, что такое Бог и какими устами надобно призывать Его? Рассуждая о каком-нибудь добродетельном человеке, мы говорим, умой уста твои и тогда вспоминай о нем, а между тем имя недостаточимое, которое выше всякого имени, имя чудное по всей земле, слыша которое трепещут демоны, мы всюду произносим безрассудно. 96. О, привычка! От нее-то произошло то, что это имя пренебрегается, ведь если бы ты заставил кого-нибудь поклясться святым домом, ты без сомнения считал бы это за страшную клятву, а отчего это кажется столь страшным, как не оттого, что ту клятву мы употребляем без разбора, а эту нет. Иначе не следовало ли содрогаться при произнесении имени Божия. У иудеев это имя было столь священно, что его писали на дощечках и никому не позволялось поносить эти буквы, кроме одного только первого священника, а мы теперь везде произносим это имя как обыкновенное. Если просто называть Бога ни в чем дозволено, то скажи мне, какая герзость, какое безумие призывать его воспитательство. Ведь если бы и все надлежало бросить, не следовало ли бы охотно согласиться на то? Вот я говорю и настоятельно требую, оставьте эти клятвы, бывающие на площади, а всех, которые не слушаются, приведите ко мне. Вот в вашем присутствии я заповедую тем, которые отделены на служение молитвенным домам, внушаю им и объявляю, что никому не дозволяется клясться безрассудно, а лучше сказать и как бы то ни было. Итак, ведите ко мне клянущегося, кто бы он ни был, потому что и на это должно доходить до нас, как будто бы вы были малые дети. Но не дай Бог, чтобы это случилось. Стыдно, если вы еще имеете нужду чему-нибудь учиться. Осмелишься ли ты, не будучи посвящен тайны, прикоснуться к священной трапезе. Но что еще хуже, ты, посвященный тайны, дерзаешь прикасаться к священной трапезе, которой и не всем священникам позволено касаться, и таким образом клянешься. Ты не коснешься по выходе из дома и головы дитяти, а касаешься трапезы и не трепещешь и не боишься. Веди ко мне таких людей. Я произведу суд и отпущу обоих с радостью. Делайте, что хотите. Я полагаю закон, оснюдь не клясться. Какая надежда спасения, когда мы все так унижаем? Уже ли для того записи, для того обязательства, чтобы ты принес им в жертву свою душу? Приобретаешь и ты столько же, сколько теряешь. Нарушил ли клятву тот, кого ты обязал ею? Ты погубил и его, и себя. Не нарушил, и в этом случае ты погубил его, принудив его приступить в заповедь. Удалим от души эту болезнь. Прежде всего будем гнать ее с рынка, из лавок, из всех прочих торговых заведений. Нам будет от этого больше прибыли. Не подумайте, что от нарушения божественных законов житейские дела идут лучше. Но мне скажешь, не верят? Действительно, мне случалось иногда слышать от некоторых и это, что если я не произнесу тысячи клятв, то мне не верят. Ты сам причиной этому, потому что легкомысленно клянешься. А если бы этого не было, и если бы всем было известно, что ты не клянешься, то поверь словам моим, что ты сделал бы только знак, и тебе поверили бы больше, чем тем, которые употребляют тысячи клятв. Вот скажи мне, кому вы больше верите? Мне ли, хотя я не клянусь, или тем, которые клянутся? Но ты, скажете, вы начальник и епископ, что же, если я докажу, что не по этому только верите мне? Отвечайте мне со всею искренностью, прошу вас, если бы я часто и всегда клялся, помогло ли бы мое начальственное положение? Отнюдь нет. Видишь ли, что не по тому верите мне? Да и какую, скажи мне, приобретаешь ты наконец выгоду? Павел терпел голод. Решите ты лучше терпеть голод, чем приступить к какую-либо из заповедей божьих? Отчего ты так не верен? Уже ли тогда, как ты решишься, все сделать и претерпеть для того, чтобы не клясться, Бог не вознаградит тебя? Ведь он каждый день питает клятва преступников и людей часто клянущихся. Уже ли придаст голоду тебя за то, что ты послушал его? Пусть все знают, что из собирающихся в эту церковь никто не клянется. Пусть мы будем известны и этим, а не верою только. Пусть будет это нашим отличием от язычников и от всех людей. Пусть примем печать небес, чтобы нам везде являться как бы царским стадом. Пусть отча же узнают нас как варваров по речам и языку, и пусть отличаемся этим от варваров, подобно знающим по-хречески. Скажи мне, почему узнают так называемых попугаев? Не потому ли, что они говорят по-человечески? Так пусть же и нас узнают, потому что мы говорим как апостолы, говорим как ангелы. Если кто скажет поклянись, то пусть услышит, что Христос заповедал не клясться, и я не клянусь. Этого довольно, чтобы ввести всякую добродетель. Это некоторая дверь к благочестию, путь ведущий к благоговейному любомудрию, это некоторого рода училище. Будем соблюдать это, чтобы сподобиться настоящих и будущих благ, по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, которым отсутся Святым Духом слава, держава, честь ныне и пресно и в веки веков. Аминь.